Продолжение следует... 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 Он говорит, что в Кандай-Мерзиме говорит, что в Кандай-Мерзиме говорит. Мой вопрос связан с производством процессуальных действий, требующих санкционирования в соответствии с национальным законодательством стороны. К примеру, если взять обыск, то в Казахстане он производится с санкцией суда. Статья 5 соглашения предусматривает, что приложение к запросу необходимых санкций о производстве такого процессуального действия на территории запрашиваемой стороны. В связи с этим, поясните, пожалуйста, достаточно ли этой санкции запрашивающей стороны для производства обыска в другой стороне? Или все-таки требуется санкция органов государства исполнения этого запроса? Благодарю за вопрос. Нет, такая процедура определена в национальных законодательствах государств, поэтому санкции суда достаточно запрашиваемой стороны. Подтверждение либо санкционирование в другой стороне не требуется. Например,ệ comply снижения. Если taxing дипломатии и работа снижениям о dock, то есть задание принять кон kaikящих имущественных органов. Скажите Как вам? Спасибо, уважаемый Нурлан Зарулович. Уважаемый Андрей Иванович, статья 13 рассматриваемое соглашение раскрывает механизм временной передачи лиц, содержащихся под стражей. При этом временно переданное лицо подлежит возврату по окончанию ряда таких мероприятий, как явка для допроса, для представления доказательств и для участия в других разбирательствах. Этот же пункт статьи оговаривает, что временно переданное лицо также подлежит возврату по окончанию любого другого срока. Если о возврате лица по окончанию упомянутых мероприятий все понятно, то о каком любом другом сроке идет речь в соглашении? Есть ли пределы такого срока, учитывая, что передаваемое лицо содержится под стражей? Спасибо. Благодарю за вопрос. Во-первых, я бы хотел ответить, что рисков по невозврату не существует, так как лицо находится под стражей, находится под конвоем. Под конвоем его доставили в страну, там он содержится в следственных изоляторах. По проведению следственных действий возвращается под конвоем также и обратно. То, что касательно сроков, они определяются по соглашению сторон в зависимости от тяжести совершенного преступления и процедурности проведения следственных действий. Благодарю вас. Спасибо. В связи с депутатом Удиваевым. Спасибо, уважаемый. Уважаемый Андрей Иванович. Согласно пункту 1 ст. 19 соглашения следует, что по запросу запрашиваемая сторона незамедлительно предоставляет информацию, относящуюся к банковским счетам, владельцем которых является подозреваемое или обвиняемое лицо. Причем по счетам в любом из своих рабочих банков, расположенных на территории запрашиваемой стороны. Поясните, пожалуйста, что подразумевается под понятием «свой рабочий банк» и относятся ли к данной категории только банки, образованные запрашиваемой стороной, либо к ним можно отнести все филиалы и предстоительства банков других государств. К примеру, у запрашивающей стороны есть сведения о наличии такого лица счета в филиале банка какого-либо европейского государства на территории запрашиваемой стороны. Однако, эти филиалы банков других государств отказываются предоставлять запрашиваемые сведения, ссылаясь на банковскую тайну в соответствии с законодательством своей страны. В этой связи у меня к вам следующий вопрос. Как в таком случае стороны будут применять пункт 4 из настоящей статьи соглашения, который гласит, что правовой помощи не может быть отказана на основании банковской тайны? Спасибо. Благодарю за вопрос. Согласно международным стандартам, при оказании сторонами правовой помощи мы руководствуемся международными соглашениями и национальными законодательствами. В этом случае, которым вы приводите пример, открытие финансовой отчетности является как бы обязательным. Поэтому запрашивающая сторона и запрашиваемая сторона обязаны обменяться соответствующими документами. В том числе и открыть банковскую тайну и сообщить о движении и наличии денежных средств в либо каких-то документах. Поэтому это определенная международная норма, которая действует во всем мире. Спасибо. В связи с депутатом Тимисов, Шабхат Аня Сулнаберли. Уважаемый Андрей Иванович, согласно пункту 2 статьи 23 соглашения, запрашиваемая сторона по просьбе запрашивающей стороны сохраняет режим конфиденциальности в отношении доказательств информации, полученных при исполнении запроса правовой помощи. Однако данная конфиденциальность не распространяется на случай использования доказательств информации при расследовании и судебных разбирательств уголовных дел. Скажите, пожалуйста, с чем связан такой дифференцирный подход в отношении режима секретности? И в каких случаях сохраняется конфиденциальность при оказании правовой помощи? Благодарю за вопрос. Конфиденциально сохраняется в соглашениях о правовой помощи, насколько это позволяет законодательство государства. На сегодняшний день обмен соответствующей информации осуществляется посредством взаимодействия через международную организацию Интерпол и взаимодействие между уполномоченными государственными органами. Поэтому вопросы раскрытия какой-либо тайны определяются путем переговоров между уполномоченными органами. Продолжение следует... 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 Спасибо за просмотр! Вашему вниманию представлен законопроект о ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашемистским Королевством о выдаче лиц. Соглашение подписано 1 ноября 2017 года в городе Астане в рамках официального визита Короля Иордании в Казахстан. Настоящее соглашение регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В данном документе предусмотрены основания как для выдачи, так и для отказа в ней. В настоящее время лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Иордании, не установлено. Лиц, разыскиваемых иорданскими властями, у нас также не имеется. Но поскольку соглашение носит превентивный характер, полагаю, что в случае установления таких лиц его заключение будет иметь в будущем хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества в области борьбы с преступностью. В целом соглашение является типовым. На сегодня Казахстан заключил 19 таких двухсторонних соглашений со странами дальнего зарубежья. В ближайшее время мы планируем подписать аналогичные международные соглашения с Македонией, Кубой, Малайзией и Грецией. В соответствии с законом Республики Казахстан о международных договорах соглашение подлежит ратификации, поскольку затрагивает права и свободы граждан. Принятие представленного законопроекта каких-либо негативных социальных, экономических и политических последствий не повлечет. Для вопросов экстрадиции лиц из бюджета на 2019 год выделено 500 миллионов тенге, поэтому дополнительных финансовых затрат нам не потребуется. В этой связи прошу поддержать представленный законопроект. Да, крылат окончен. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рахмет. Продолжение следует... 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 И возможен ли пересмотр решения о выдаче лица в пользу несогласной запрашивающей стороны? Спасибо. Благодарю за вопрос. Такой компетенции нет. И поэтому другие страны, которые участвуют в данном процедуре переговоров, не имеют какого-либо права отрицать, запрашивая дополнительные исследования. Они должны руководствоваться только решением, которое принимает страна, в которой находится запрашиваемое лицо. Это по первой части вопроса. И как бы для расширения. Если в отношении одного лица несколько государств запрашивают его выдачу, в этом отношении страна, в которой он содержится, руководствуется, в первую очередь, в принципе, выдачи за более тяжкое преступление. И выдается это лицо, где он совершил более тяжкое преступление. Но решение о выдаче никем не обсуждается. Это международная практика. Благодарю за вопрос. Понятно. Все, депутат Нуркина и Гульхабдешказа на Берлина. Спасибо, уважаемый Нурлан Цырулаевич. Уважаемый Андрей Иванович. Статьей 15 соглашения предусмотрена возможность отсрочки выдачи лица запрашивающей стороне, если оно уже отбывает наказание за другое преступление. При этом такая срочка может затягиваться на годы. В связи с этим вопрос, не повлечет ли такая длительная отсрочка к отказу выдачи по причине истечения срока давности привлечения лица к уголовной ответственности. К примеру, срок отсрочки составляет 7 лет. В то время, как срок давности привлечения лица к уголовной ответственности гораздо меньше, например, 5 лет. Спасибо. Благодарю за вопрос. Эти вопросы имеют определенную практику и в этом отношении могу доложить, что в случае отсрочки, которая может повлечь истечения срока давности для привлечения к ответственности, мы запрашиваем выдачу данного лица с этого государства для того, чтобы провести процедуру вынесения соответствующего приговора и затем его назад возвращают для отбытия наказания. Таким образом, мы будем всегда запрашивать его для исполнения казахстанского приговора и в этом отношении практика существует, поэтому это все урегулировано соответствующим соглашением. Благодарю за вопрос. В связи с депутатом Звольский, Сергей Адамович Каверли. Спасибо, уважаемый Ирлан Завалович. Уважаемый Андрей Иванович, в соответствии со статьей 6 соглашения, сторона вправе отказать в выдаче своих граждан при условии, если обеспечит уголовное преследование согласно своему национальному законодательству. Если предположить, что гражданин нашей республики совершил преступление, относящееся к юрисдикции конфессионального и религиозного суда, а такие суды имеются в Иордании, то каким образом будет осуществлено у нас уголовное преследование, если уголовным законодательством Казахстана, допустим, такое деяние не преследуется? Спасибо за вопрос. Практика показала, что в Иордании существует так называемое религиозное право. В том случае, если в национальном законодательстве Казахстана существует уголовная ответственность за аналогичное преступление, которое совершило лицо в той стране, то оно выдается. В том случае, если это не предусмотрено уголовным законодательством республики Казахстан, мы его даже запрашивать не будем и лицо выдаваться не будет. Для примера могу вам привести, что в Иордании существует уголовное ответственность за прелюбодеяние. Такой статьи в уголовном законодательстве Казахстана нет, соответственно, его выдаваться не будет, мы его запрашивать не будем. Благодарю за вопрос. Соз депутат Махамбетов, Мансурхан Махамбетов. Благодарю за вопрос. Благодарю за вопрос. Соз депутат Махамбетов, Мансурхан Махамбетов, Мансурхан Махамбетов. Если это в натуральном выражении оно не подлежит, то оно, естественно, реализуется стороной нахождения преступника в той стороне за минусом соответствующих издержек, а остальная денежная сумма в денежном эквиваленте передается запрашиваемой стороне в случае, если экстрадиция невозможна. Это, опять же, определяется данным соглашением и по согласованию между полномочными органами. Спасибо за вопрос. Благодарю за вопрос. Благодарю за вопрос. Благодаря. 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 Иван Иванович Лукин, Марзага Берлиэда. 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 Иван Иванович Лукин, Марзага Берлиэд. Спасибо, господин председатель. Уважаемый Андрей Иванович, мой коллега депутат Папазов в своем вопросе уже упоминал, что одним из условий передачи осужденного лица является наличие условия, при котором оставшийся срок его наказания должен составлять не менее шести месяцев. Однако соглашением не оговаривается максимальный, предельный срок лишения свободы. В то же время законы Казахстана и Ордании предусматривают такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы, при назначении которого ни минимальные, ни максимальные сроки наказания не определяются. В этой связи вопрос. Распространяется ли действие данного соглашения на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы? Спасибо. Спасибо вам за вопрос, Владимир Иванович. Да, распространяется. У нас предусмотрено пожизненное лишение свободы. И в этом отношении в случае передачи лица, который был осужден на пожизненное лишение свободы, он будет также отбывать пожизненно в Республике Казахстан и наоборот. Спасибо. Уважаемый Андрей Иванович, передача осужденного лица к государству исполнения приговора проводится также еще при одном обязательном условии. Он должен быть гражданином этой страны. Но вполне возможна ситуация, когда осужденный будет иметь гражданство одной страны и одновременно вид на жительство в другой стране. В этой связи вопрос, как в подобных случаях будет решаться вопрос передачи осужденного? И будет ли наличие одновременного вида на жительство в другой стране являться препятствием процессу передачи? Спасибо. Спасибо за вопрос. Единственным основанием для передачи является основание гражданства этой страны. Наличие вида на жительство какого-либо других стран вообще не учитывается. Продолжение следует... 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 Принятых какой-либо из сторон относительно запросов на его передачу. Одним из таких ответов может быть отказ о его передаче государству исполнения приговора. Согласно законодательству Казахстана, осужденное лицо имеет право подать жалобу, если, по его мнению, решение нарушает его права. Соглашением же процедура обжалования решения сторон не предусмотрена. Поясните, пожалуйста, может ли осужденное лицо обжаловать решение одного из государств в порядке, предусмотренном национальным законодательством, или же обжалование решения сторон не предусмотрено данным соглашением? Благодарю за вопрос. Да, право обжалования решения об отказе в переводе осужденного есть, и оно реализуется именно в суде отказавшей стороны. И такая практика существует, она освещается в средствах массовой информации. Поэтому этот вопрос абсолютно урегулирован и имеет уже устояющуюся международную практику. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы завершены. Андрей Иванович, спасибо. Прошу садиться. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В высоком профессиональном профессионализме наших спецслужб и боеготовности оборонного арсенала, что безусловно окажет позитивное влияние на патриотическое и духовное воспитание молодежи. В известных статьях Нурсултана Абеща базовые проблемы для более решительных действий государственных институтов в формировании патриотическое мировоззрение наших граждан, особенно молодежи. И патриотизм это не только дух, это и образ жизни. Поэтому одновременно выдвигаются актуальные задачи, как цифровизация экономики, сферу услуг населению, поднятие на новый уровень качества жизни казахстанцев. В первый же рабочий день этого года президент подписал закон о кинематографии. Госбюджет предусматривает выделение огромных средств для киноиндустрии, которые во много раз превосходят финансирование прежних лет. Правительство по запросу депутатов приостановило приватизацию киностудии «Казахфильм». Словом, созданы все условия для развития киноиндустрии, для повышения качества и конкурентноспособности казахстанского кино. Мы привыкли с восхищением созерцать голливудские фильмы о благородствах и действиях в критически рискованных ситуациях спецслужб и государственных деятелей зарубежных стран, тогда как наши телеканалы перегружены пустотой. За исключением фильмов последних лет, таких как «Кочевники», «Войско Мангбала», «Путь лидера», «Казахское канство», «Алмазный меч», «Дорога к матери» и другие. Но этого явно недостаточно. Массовому вниманию нашей молодежи для экранов кинозалов, электронных средств необходимо больше и системно создавать фильмы и передачи патриотического содержания, которые были бы способны прививать любовь к своей родине, земле, народу. Это не просто высокопарные слова. Проведенная по поручению президента операция по спасению казахстанских граждан вполне может служить великолепным сюжетом для создания высокохудожественных фильмов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в год молодежи. В связи с чем предлагаю. Первое. Поручить по госзаказу создать остросюжетный художественно-документальный по содержанию патриотический полнометражный фильм на основе операции «Жусан». Второе. Духовное и патриотическое воспитание молодежи является общегосударственной задачей. Поэтому было бы целесообразным рассмотреть комплексные меры патриотического и духовного воспитания молодежи в связи с объявлением президентом года молодежи. Ответ прошу представить установленные законом республики Казахстан сроки. Благодарю за внимание депутат Султанов. Спасибо. В связи с депутатом Казбекова. Мир варитет Кажик Казнаберлета. Рахмет. Наш депутатский запрос адресован премьер-министру Сагентаеву. Уважаемый Бахчан Абдирович. Как всем известно, глава государства уделяет огромное внимание поддержке малого и среднего бизнеса в Казахстане. Тем не менее, исполнительные органы с завидной регулярностью принимают решения, противоречащие этому направлению. Так, 29 декабря прошлого года были внесены изменения в приказ Министерства финансов об утверждении правил осуществления государственных закупок. Согласно ранее действующим правилам госзакупок, при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений, победителем признавался участник конкурса, имеющий больше опыт работы на рынке закупаемых товаров и услуг, в том числе по схожим товарам работы услуг, являющимся предметом конкурса. А при равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем признавался участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступала ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков. Считаем, что такой подход стимулировал здоровую конкуренцию среди предпринимателей, стимулировал их активнее использовать информационные технологии, отслеживать и гибче реагировать на объявления госорганов. Однако, внесенные 29 декабря изменения в пункт 172 приказа, отныне приоритет в госзакупках отдается организациям, имеющим больший показатель по сумме уплоченных налогов за 4 предыдущих года. Но ведь и самому далекому экономике чиновнику должно быть понятно, что тем самым приоритет получают исключительно крупные компании, а малые и средние предприятия практически лишаются каких-либо шансов на конкуренцию с крупным бизнесом. И вместо того, чтобы защитить малый и средний бизнес от недобросовестной конкуренции и монополизации рынка, чиновники из Минфина узаконили и заведомо оправдали это неравенство. И где же тут поддержка малого и среднего бизнеса, который постоянно требует от правительства глава государства? Указанные изменения противоречат и закону о государственных закупках, где статья 9 прямо указывает, что не допускается устанавливать требования, которые не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Прямым следствием указанных изменений будет монополизация рынка госзакупок крупными поставщиками и полное вытеснение малого и среднего бизнеса из этой сферы. Помимо прочего, это лишает малых и средних предпринимателей перспектив на развитие РОС. Между тем, именно сектор МСБ в силу гибкости и динамичности во всем мире служит источником инноваций и новых стандартов в качестве продукции. И именно через малый и средний бизнес происходит перераспределение доходов национальной экономики, их социализация и доведение до каждой казахстанской семьи. Казахстан заявляет себя социальным государством, а наши чиновники в очередной раз делают шаги, чтобы ущемить массовое предпринимательство и огромную долю занято в нем общество. На основании вышеизложенного, уважаемый Бахачан Абдирович, депутаты фракции Ахжул просят вас рассмотреть данную проблему и дать соответствующие поручения по отмене указанных поправок. С уважением, депутаты фракции Ахжул. Рахмет. Рахмет, в связи с депутатом Магирамом Магирамом Мамедовичком. Рахмет, депутатский запрос фракции Народные коммунисты, министру внутренних дел Касымова, министру культуры и спорта Мухаммеде Улы. 2 декабря 2018 года в Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Среди тех команд, которые приедут в Казахстан, уже в этом году будут звезды мирового футбола. Это уже вызвало положительные эмоции среди футбольных болельщиков страны. С полной уверенностью можно говорить об аншлагах на стадионе Астана-Арена. Но есть ряд моментов, на которые мы хотим обратить внимание. Это постоянное столпотворение через пропуски турникеты. Многие приходят на матчи с детьми и даже целыми семьями. Немало среди болельщиков девушек. Детям и девушкам приходится в давке пробиваться ко входу на стадион. Далее, при проходе через металлоискатели их встречают не только те, кто непосредственно проверяет, но и непонятно, для чего стоящие в стороне люди в форме. В Берлине, к примеру, на главном стадионе есть опорный пункт, и полицейский находится там и покидает его только в случаях, связанных с хулиганскими действиями болельщиков. Но самые странности происходят на самом стадионе. Первые ряды внизу и на верхнем ярусе не дают занимать болельщикам. Спрашиваются, для чего тогда они есть. Во всех цивилизованных странах стюарды располагаются между бровкой поля и местом с рассадкой зрителей, на лестничных просходах, а также могут занимать крайние места в первых рядах стадиона. У нас же стюарды и служащие национальной гвардии располагаются на первых нижних рядах и верхнем ярусе. Люди приходят посмотреть футбол, но вместо этого им приходится видеть перед собой стоящих, закрывающих обзор людей в форме. Это вызывает определенную нервозность и недовольство со стороны болельщиков. Есть также проблема обзора в секторах, которые расположены сразу за местами тренерского состава игроков запаса. Зачем-то эти места оборудовали крытыми навесами. Все бы ничего, только получается, что ряды, расположенные за ними, не могут быть использованы, поскольку, видимо, с этих рядов равна нулю. Если суммировать, получается, порядка тысячу мест остаются неиспользованы, и, соответственно, тысячу наших граждан, которые хотели бы посмотреть на звезд футбола и их игру, не смогут это сделать, потому что при таком подходе интересы болельщиков совсем не берутся в расчет. Предлагаем изучить опыт ведущих европейских стран, в которых обеспечение охраны и безопасности проведения футбольных матчей гарантирует комфорт, зрелищность и полную видимость игры на футбольном поле. Ответ на депутатский запрос просим предоставить письменно установленный законодательный срок с уважением депутаты фракции Народные коммунисты. Спасибо. Все, депутат Джуман Льдаева Наталья Васильевна. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...